Это Лайфа и мы продолжаем. Приморский край готовится ко второй волне паводка. Циклон принесет ее на Дальний Восток в течение ближайших суток. В крае введен и продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. МЧС наращивает свою группировку в регионе и в Приморье отправляются самолеты с продовольствием и переносными печками. Еще очень важное оборудование это световые башни и генераторы. Они необходимы для того, чтобы дать свет в населенные пункты. Которые пострадали от предыдущего удара стихии. Обстановка остается сложной. Осложняется она тем, что подходит еще один тайфун. Который будет оказывать свое влияние в воскресенье. В воскресенье 4 числа. Новый тайфун Намтеун идет со стороны Китая. Предыдущий его собрат Лайон Рог вылил на Приморье трехмесячную норму осадков. В Приморье продолжается откачка воды в затопленных районах. Для пострадавших жителей развернуты пункты временного размещения. От внешнего мира по-прежнему отрезаны 17 населенных пунктов. Всего подтоплению подверглись больше 2,5 тысяч домов. МЧС потребуется как минимум трое суток на первоочередные работы в Приморье. Полностью жилье и дороги будут восстановлены только в следующем году. И предварительная сумма ущерба уже перевалила за миллиард рублей. Кавалеровский район особенно сильно пострадал от тайфуна Лайон Рог. Сообщение со Владивостоком было полностью прервано. Как говорят местные жители, такого кошмара они еще не видели. МЧС помогает пострадавшим. Ситуация хоть и медленно, но улучшается. И в этом убедилась наша съемочная группа во главе со специальным корреспондентом Евгенией Змановской. Она в эпицентре событий. Чтобы попасть на ту сторону, перевозят людей на амфибии, машины и просто те, кто не может сейчас попасть домой. Мы в поселок Кавалерово. Вот сейчас поедем. Потому что вода уже спала. Пробраться на ту сторону пока невозможно. Все перемыло, мостик вот так вот воды. Я впереди шла, муж сзади на хайсе за мной. Потом на косу выскочили. Хайс идет, сразу тонет. Толья вот такая следом. Если бы остановились, мы бы там уже не выехали. А люди за нами выходили. Уже еще мосты там по сносению. Плита на плиту вот так встала. И только из-за этого машину проходили. Люди тут натерпелись страшно. С гор вот так вот вода. В принципе, быстро амфибия справляется. За 10 минут примерно с одной стороны на другую перевозят машины. До позднего вечера сотрудники МЧС будут этим заниматься. Потому что, посмотрите, десятки машин, десятки людей ждут своей очереди, чтобы все-таки попасть домой. Очень срочно надо. У нас 4 дня мы не можем уже попасть. По всей неделе. И хозяйство, и собаки все голубые. Какие вы в очереди? Ну, уже третьи. Третьи? Да. Ну, быстро сейчас. Немножко осталось. А вы с Кавалерова, да? С Ольги. Это еще дальше вам ехать сколько километров? От Кавалерова еще 70 километров. Там тоже у вас все затопило? Ну, там уже все сделали. Вода сошла? Да. Камазы без остановки засыпают размытую дорогу и уже через два люди смогут самостоятельно переезжать здесь. У вас не сходит вода, что ли? Нет. Пока нет. Пока воды, воды навал. А где вы спали сегодня? На чердак. Давай там кольки-веси побросал на чердак. Устел там перекидать? Устел. И потом опять, только пока перекидывали воды вот так. А потом уже выходил вот так вот по шею. По шею? По шею. Да, в беде перешел уже. Течение прямо вот так, снова вот так. Вечка. И огород смыла. И здесь была мастерская, но до сих пор вода еще не уходит. Вот, почти по пояс. Дома тут в низине стоит, участок находится в низине, поэтому здесь пока больше всего воды еще остается. Ох, охраняет. Не иду, не иду. Сигнал. Мама наша звонит, говорит, быстренько вода поднимается. Мы раз погибли уже все, а на раз уже их высыпаем. И здесь, посмотрите, сейчас мебель. Вера, фланище какое. Мы там все сейчас. Вы знаете, какая сейчас мебель? Она сейчас все сдуется от влаги. Все. И можно тоже выкидывать на помойку. Мы что, успели, вот так вот схватили, понесли. И вот, беру на них. Вещи все мокрые, все везде мокрые. Диван весь мокрый, креста все мокрые, все мокрое.